Каринский перевоз один из отдаленных микрорайонов Слободского по дороге 25 километров. Находится в заречной части города. Численность постоянно проживающего местного населения более 80 человек. По словам местного староста Анатолия Юдинцева, существует в микрорайоне ряд проблем, решения которых жители ждут не первый год. Первая проблема – это у нас автобусное сообщение было. Вторая проблема – новый колодец принят решение городской власти построить. Но построили таким образом, что он оказался недостроенный, люди без воды. Люди перебиваются и обращаются к тем, у кого есть скважины. Освещения до сих пор у нас нет уличного, хотя мы являемся частью города Слободского. С подвозом продуктов тоже проблемы были. Нет здесь ни медицинского, ни аптечного пунктов. Отсутствует противопожарный водоем. Состояние и содержание дорог тоже вызывают хмурые взгляды. С этим перечнем проблем знакомы представители городской администрации. Обращались с жителями к району и к местным депутатам. Это идет у них с 2014 или с 2015 года, а в основном они там. И вот в результате я отправлял правительство, пришла очередная отписка. Я направил в прокуратуру, чтобы прокуратура, создали коллегиальную комиссию. Комиссия в составе представителей прокуратуры, Роспотребнадзора, Госпошнадзора, ГИБДД, водоканала, благоустройства, а также городской администрации выслушала жалобы жителей. В нашей съемочной группе жильцы микрорайона рассказали о водоснабжении и качестве, имеющейся в распоряжении населения воды. Это старый колодец. Вся коричневая. Сейчас мы выпилили ее. Вот такая. Вот для питья. То есть у вас дома водопровода нет? Выходится вот сюда в колодец? Да, приходится. Но сейчас вот сосед, пока уехал, не живет, разрешил пользоваться его скважиной, потому что безвыходное положение, что бы пожалел. По словам нашей собеседницы, потребность в колодезной воде испытывают 8 семей. Для них по соседству со старым был выстроен новый колодец, который, по мнению населения, необходимо углубить. Вода там в нужном количестве не набирается. Далее по проблемам. По улице Речной. Там сейчас линию ЛЭП заменили. Нормально все. Но тополя многолетние уже угрожают падению и на линию ЛЭП, и на дома. Значит, люди обращались многократно с просьбой спилить эти тополя, которые опасными становятся. Но без разрешения, без разрешения особого, значит, это невозможно сделать. Представитель администрации ответил утвердительно. Возможно, занимайтесь. А далее прокомментировал и по ряду других вопросов. Наряд проблем, они, конечно, обосновлены. И мы стараемся их решить. Вот насколько мне известно, в прошлом, позапрошлом были исходы. Они попросили остановочный павел. Становочный павел сделали, где они попросили. Просили колодец. Колодец, когда специалисты водоканала пришли на работу, им показали копать рядышком здесь. Решалось. Теперь, конечно, понятно. Им говорят, это не устраивает. Сейчас дальше вопрос решается. Как это будем делать? Что не будем делать? Дороги вот Евгения Викторовича с собой в МАГ есть. Когда ограблись в последний раз? Список дороги. То есть трактор, когда приезжает, дается Анатолию Маркеловичу его распоряжение. Он показывает, где грести, как грести и сколько грести. По освещению. Ездят, что решается, все это по освещению. То, что проблемы не надуманы, они реально существуют, убедились члены комиссии, которых привлекли для решения вопросов. Коллегиальный выезд представителей служб и ведомств в отдаленный микрорайон – это лишь один из этапов, по итогам которого можно сделать следующие предварительные выводы. Дороги здесь в состоянии неудовлетворительном. То есть снежные валы, накаты. То есть сейчас тоже пробирались с трудом к месту проведения проверки. Соответственно, вот сейчас у нас сотрудники БДД работают, проводят замеры. Соответственно, будут принимать по этому факту меры. В плане доводов по колодцу, по питьевой воде, тоже пока об этом рано говорить. Сейчас тоже сотрудник Роспотребнадзора проведет проверку, нам напишет справку. Также аналогично справку нам предоставят сотрудники ОНД. По результатам, то есть общения, анализа, либо будем сами принимать меры реагирования, либо будем направлять уже для принятия меры реагирования уже контролирующими органами. Спасибо.